Добрый вечер, уважаемые гости Тутбай. Рада всех приветствовать в рамках нашего проекта «Публичные лекции тут». Сегодня будем говорить о несколько эксклюзивной, наверное, для Беларуси вещи, о японском искусстве связывания шибари. И приглашаю, наверное, самого известного в Беларуси специалиста в этой теме, Михаила Балабанчика. Михаил, проходите, пожалуйста, сюда. Определим формат нашей встречи как публичная лекция. Я думаю, что минут 20 мы дадим Михаилу на то, чтобы посвятить нас в глубины этого искусства. После этого видим веревки, видимо, и увидим, что же из себя представляет шибари наглядно, и будет сет вопросов-ответов. Пока передаю микрофон Михаилу. Так, добрый вечер. Что? Сказали вам микрофон. Ага. Так, добрый вечер. Ну, план сегодня будет такой. То есть я сейчас поговорю, потом я покажу, как это все выглядит, так сказать, в реальности. Вот. Ну, а потом... То есть мне... Больше всего я рассчитываю именно на вопросы, на которых можно потом будет ответить. Вот. Потому что... Ну, чтобы внести окончательную ясность. Вот. Значит, так. Ну, начинаем. Если подойти формально, то есть вот просто посторонний человек со стороны, если будет смотреть, что он увидит? То есть формально шибари... Это... То есть происходит это так. Встречаются два человека. Чаще всего это мужчина и женщина. Один из этих людей берет веревки. Ну, вот. Такие вот или какие-то другие. Одну, множество. И по определенным образом их наматывает на второго человека. Чаще всего связывающим бывает мужчина, связываемый и женщина. Ну, это не обязательно. Вот. Ну, все. Потом, через некоторое время он ее развязывает. И вот-вот и все. Если просто подходить формально. В двух словах ответить на вопрос полностью, что такое шибари, что он из себя представляет, ну, я не знаю, наверное, сложно. Поэтому вот то, что я буду говорить, это будет такой развернутый ответ на этот вопрос. Ну, начнем с того, что шибари, как искусство, оно очень молодое. То, что вот сейчас люди имеют в виду под словом шибари, оно сформировалось в Японии в послевоенные годы, имея в виду, в Вторую мировую войну. То есть это никакое не древнее, не самурайское, как иногда пишут там искусство. Нет, оно молодое. И даже, скажем так, очень немногие его основатели еще умерли. То есть большинство из них пока живы. Пока с ними можно пообщаться, поучиться и так далее. Значит, в где-то примерно 50-е годы некоторые японцы начали... То есть это все... То есть шибари — это такая попытка, очень удачная попытка некоторых японцев создать метод, форму отношения между мужчиной и женщиной. Таких форм, естественно, очень много. Ну вот они попытались сделать еще одну, такую, которая бы пришлась именно вот по душе жителям Японии. Ну и... В общем, эта попытка оказалась удачной. Как это все происходило? Первоначально это были какие-то личные свои эксперименты, встречи в каких-то закрытых... Ну, клубах, не клубах, просто где-то какие-то встречи, где один человек показывал что-то кому-то еще. В самом начале не было разговора никакого ни о какой-то особой эстетике, ни о каких... Ни о чем-то таком, что было бы внешне со взгляда со стороны более-менее там красиво. Вот. Но, да, вот если сейчас появилось много, множество сканированных журналов тех лет, то есть первые фотографии Шибари, если вы будете смотреть, они... Вы там ничего не увидите такого интересного. То есть, ну, это просто... просто вот человек взял веревку без каких-то особых там правил, без чего-то еще, он просто взял и попытался там как-то эту веревку что-то сделать. То есть, это не смотрелось совершенно. Но постепенно-постепенно начали складываться какие-то методы, какие-то, ну, каноны, не каноны, ну, в общем, правила. Даже не то, чтобы правила, ну, что-то такое, ну, скажем так, стиль. Этот стиль, он вырабатывался в зависимости от, во-первых, того материала, с которым люди работают, именно с веревкой. То есть, какими-то веревками можно так делать, с каким-то по-другому. Во-вторых, с тем, как человек себя ощущает, когда веревка на нем, ну, на нем лежит, на него воздействует. То есть, каким-то образом связывать, например, можно, каким-то нельзя. Это все выяснялось, все в процессе таких вот экспериментов. Вот. Ну, и постепенно-постепенно Шибари начала становиться не только формой, вот именно взаимодействия между людьми, а веревка средством передачи этого взаимодействия, но стала становиться чем-то таким вот публичным действием в плане выступления, сценического шоу какого-то, то есть, чтобы было на что посмотреть со стороны. И вот примерно тогда, когда выступления мастеров Шибари начали уже как-то проходить в каких-то там клубах, да, на сценах, примерно в это же время о Шибари узнали люди не из Японии, то есть, США, Западная Европа, вот. Как очень часто бывает при... Сейчас, то есть, вот то, что они вот узнали о Шибари, да, разумеется, это дело как-то так пришлось народу по душе, но взяли они оттуда, как это часто бывает, не суть саму этого вот искусства, а в основном внешнюю форму. И первоначальное то распространение, которое Шибари получила именно где-то вот за пределами Японии, оно было в основном направлено именно на внешнюю сторону, то есть, чтобы это было все, то есть, красиво, там где-то эротично, где-то еще как-то, но главное, что вот какой-то внешний, внешний его аспект. Ну, разумеется, да, нет, не разумеется, скажем так, через какое-то, нет, в мире было, в мире, ну, за пределами Японии существовало несколько таких вот волн интереса к Шибари. Вот, кстати, сейчас как раз-таки идет такая очередная волна интереса, особенно в странах, ну, там, СНГ, то есть, русскоговорящих. Да, но это я попозже. Да, так вот, значит, несмотря на вот эту вот первоначальную обращенность первоначальную обращенность к внешней форме, положение через какое-то время выровнялось, японские мастера, которые этим занимались, они это все дело продолжали развивать, вносили в Шибари что-то новое, новые методы работы с веревкой, новые, там новые формы, да, и пытались взаимодействовать, взаимодействовать, пытались, сейчас, налаживали взаимодействие Шибари и каких-то еще других форм. Вот. Значит, постепенно, постепенно, постепенно в Шибари не то, что разделилось, а проявились его некоторые такие направления, которые, ну, которые, они немножко разные по выделению ключевых аспектов его, но это все, в общем и целом, одно и то же. Ну, значит, направление внешнее сейчас представлено в виде, например, сценических каких-то действов, то есть, это, когда человек выходит на сцену выступать и делать какое-то шоу, это некий сплав вот перфоманса, театра, вот именно шоу опять-таки. Если человек, да, вот, при вот таком подходе важна, важна динамика, то есть, важно, как двигается и связывающий, связываемый, как идет веревка, как она там крутится, вертится, то есть, это должно быть зрелищно и интересно посмотреть. если брать, например, скажем, искусство фотографии, то там упор делается немножко на другое, там упор делается на форму обвязки, качество, рисунок ее, то есть, то, как происходит сам процесс связывания, здесь уже важен не сильно, а важен сам конечный результат. так, и вот еще самый интересный аспект, который, собственно, и интересует много, множество людей этим занимающихся, это все то, что связано с тем, что со стороны не видно, то есть, с внутренней его частью. Я вот раньше говорил, что то, что придумывали вот Шибари, оно очень хорошо легло, так сказать, на душу японскому народу. народу, жителям Японии. Значит, один из факторов этого, почему так случилось и почему, собственно говоря, Шибари прижилась, в общем, по всему миру, это вот следующее. Дело в том, что Япония это такая страна, где человек подчинен очень многим-многим правилам, которые регламентируют, как ему нужно себя вести, как ему себя нужно вести с таким-то человеком, с родителями, с детьми, с коллегами, с начальством, кто выше, кто ниже, рангом, на разных ступенях социальной лестницы. и самое такое, одно из самых страшных вещей для японцев, эти правила нарушить, сделать неприлично, то есть, ну, потерять лицо, у них есть такое выражение, да. Так вот, выполнение, постоянная жизнь под действием этих правил, думать о том, как, где, что, как себя вести и так далее, оно очень достаточно, ну, такой напряженный процесс. И, разумеется, от этого процесса, то есть, от этого всего нужно каким-то образом отдыхать. Японцы уже давным-давно придумали такую штуку, как это можно сделать, как это можно обойти. Они просто, вот, если человек, если все окружающие люди знают, что человек немного выпил алкоголя, то они к нему относятся так. Он выпил, он за себя не отвечает, соответственно, то, что он сейчас будет делать, пусть это будет неприлично, но он не может тебя контролировать. Японцы этим вот пользуются. То есть, для того, чтобы отдохнуть, нужно пойти выпить там рюмку чего-нибудь и все, ты вроде как уже пьяный. Ты можешь уже там делать, грубо говоря, все что угодно, нарушать любые приличия. Это один метод. А второй метод как раз-таки и заключается именно в шибаре. Когда человек связан и лишен подвижности, он точно так же не может отвечать за свои поступки. То есть, вся ответственность за соблюдение любых приличий снимается с него и перекладывается на того человека, который связывает. Ну и, соответственно, тот человек, который связан, все, то есть, с него снимается вот этот вот груз всей этой ответственности. Ну, в сочетании с физиологическим действием шибарь, я потом, чуть попозже это расскажу, человек просто-напросто отдыхает. Душой и телом ему прекрасно, ему хорошо, прекрасный отдых. В этом отношении, скажем, человек из западной цивилизации, он с японцами во многом схож. потому что у нас здесь что? Быстрая жизнь, какой-то от тебя требует какой-то ответственности, принятие каких-то решений, которых ты, может, еще и не хочешь прямо сейчас принимать. Какая-то, ну, то есть, короче говоря, тоже такой вот стресс. Ну, в нашей-то культуре, в общем-то, так, как японцы, с алкоголем не отделаешься. Ну, выпьешь, да, потом тебе скажут, ну, подумаешь, выпил, ну и что? Вот. То есть, поэтому у нас здесь другие методы снятия стресса. Если уж пить, так, ух, там можно пойти в баню, например, можно пойти массаж делать. Ну, и в частности, вот, можно какое-то время, то есть, можно заняться шибари в качестве связу, в связывае-мого. Вот. То есть, это к вопросу о том, для чего вообще нам это надо и зачем этим заниматься. То есть, вот один из, так сказать, аспектов. Так, что еще хотел сказать? Это о том, о физиологическом действии, то есть, о действии веревки на организм. Значит, тут действия таких три. Первый, так сказать, этап, когда на человека веревка накладывается, создается обвязка. очень, то есть, пока обвязка создается, ну, вы увидите сейчас, потом, чуть попозже, веревка просто, ну, где-то там касается, где-то протягивается по коже и создается, создается очень большое количество, то есть, очень большое количество тактильных рецепторов, испытывают, ну, то есть, вот, грубо говоря, мы вот это вот дело все чувствуем. обычно, в обычной жизни эти рецепторы, ну, как сказать, ну, не то, чтобы они не работают, но, по крайней мере, поток ощущений от них не настолько интенсивен. Вот. Значит, второе, когда обвязка сделана, веревка сама воздействует на мышцы и на кожу примерно так, как это делается во время массажа. То есть, надавливание, там, сжимание, разминание, тем более, еще, когда человек немножко там шевелится, когда ему обвязку там в процессе работы переделали, связали здесь, потом так, потом так, то есть, воздействие от обвязки, оно сходно с воздействием от массажа. Массажа. Вот. Третий, такой фактор, это положение тела. То есть, вот, ну, все же знаете, да, что такое йога. Вот. Там и тоже идет, человек фиксирует себя в каких-то позах для того, чтобы там каким-то образом воздействовать на, там, где-то сустав, где-то мышцу, где-то какой-то внутренний орган. Вот здесь примерно то же самое. То есть, сама поза человека, она каким-то образом, ну, вполне определенным образом воздействует на, ну, как сказать, на организм. Вот. Значит, что касается вот именно такого физиологического воздействия, я всем говорю, этот пример уже многократно уже, не знаю, наверное, мало кто его не слышал. как-то раз я был свидетелем того, как глубоко похмельный человек, на нем сделали такую, несколько хороших обвязок, и похмелье у него сняло, как рукой. То есть, был такой, пришел, а через буквально там полчаса стал свеженький, как огурчик. То есть, этому было восемь человек свидетелей, это, можно сказать, факт медицинский, не знаю, или там какой-то. Вот. Значит, да, это все к вопросу о том, зачем нам все это надо. Что еще я хотел сказать, такого принципиально важного, о чем не сказать нельзя. Если кто-нибудь из вас захочет заняться вот таким вот делом, первое, что нужно усвоить тому человеку, который связывает, это то, что во время самого процесса этого и здоровье, и, в общем-то, даже иногда и жизнь, того человека, которого связывают, находится вот именно в руках связывающего. А бездвижный человек не может ничего сделать и никак себе ничем помочь. То есть, тот, кто связывает, обязан, вот уже прям, даже рефлекторно обязан смотреть, чтобы с тем, кого он связывает, ничего не приключилось. То есть, он бы не упал, он бы не там, не знаю, не перевернулся, не задохнулся, ну и так далее. То есть, выполнение условий техники безопасности здесь стоит вообще на первом месте. Это то, с чего вообще нужно начинать, практическое ознакомление с Шибари. Вот. Ну, что, я в общем и целом те общие моменты, которые я хотел рассказать, я рассказал. вот, вот,